Вести Карачаева, Черкесия В поселке Медногорском состоялся торжественный митинг-концерт своих «Не бросаем» в поддержку специальной военной операции президента страны и референдумов, состоявшихся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Спортсмены из Карачаева, Черкесии стали победителями-призерами межрегиональных соревнований по легкой атлетике «Золотая осень» в Нальчике. Итак, главным новостям. В Севастополе состоялось открытие единого центра кавалерии и кинологической службы управления МВД. В церемонии приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, начальник управления МВД России по Севастополю генерал-майор Павел Гищенко и приглашенные гости. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова для конной полиции города Севастополя было выделено 18 лошадей карачаевской породы. Это первый центр на всем Крымском полуострове. В нем созданы все условия для жизни и тренировки служебных животных. Сейчас центр насчитывает 26 вольеров для служебных собак и конюшню, рассчитанную на 25 лошадей кавалерийского взвода. В настоящее время в ядро кавалерий вошли первые 18 лошадей. На открытии состоялось показательное выступление кавалеристов и кинологов, сотрудников спецподразделений управления МВД с применением стрелкового оружия, воспитанников конного клуба имени генерала Якова Бакланова. Также прошла церемония открытия скульптурной композиции «Лошадь и собака». В поселке Медногорском Урупского района состоялся торжественный митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции президента России Владимира Владимировича Путина и референдумов, состоявшихся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Атаман Медногорского станичного казачьего общества Роман Таранов в своем выступлении подчеркнул важность проведения мероприятия. «Мы должны своим примером показать подрастающему поколению, что такое патриотизм и любовь к Родине, поэтому в мероприятии принимают участие много молодежи. Наши бойцы защищают интересы страны, а наш долг их поддержать. Мы горды тем, что воспитали таких достойных сынов Родины», — сказал Таранов. В рамках мероприятия состоялся торжественный митинг и танцевальный флешмоб. Участие в нем приняли жители и гости Урупского района. В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения и достижения ключевых показателей нацпроекта здоровья» в Ногайскую центральную районную поликлинику поступили передвижной медицинский комплекс и новый санитарный транспорт. Появление в автопарке автомобиля «Ладогранта» значительно облегчило работу участковой службы, уменьшило время ожидания врача тяжелобольными и маломобильными пациентами и позволило обслуживать больше вызовов. Санитарный автомобиль будет служить врачам и пациентам для самых разных целей. Доставки пациентов из отдаленных населенных пунктов на диспансеризацию или лечение медработников до места жительства пациентов, доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований. Ранее в поликлинику поступил передвижной медицинский комплекс «Офтальмология» для комплексного обследования зрения и подбора очков. В Усть-Джигуте состоялось торжественное открытие мечети. Мечеть начали строить менее полугода назад, и вот сегодня мы принимаем участие в торжественном открытии, рассказал имам Усть-Джигутинского района Анзор Каракетов. Здесь сделано все для удобства людей. Мечеть построена во благо общества и из лучших побуждений. Мы счастливы, что в нашей республике появилось еще одно место, куда люди смогут прийти и помолиться. В Карачаево-Черкесии в рамках реализации грантовых проектов Ростуризма появятся шесть новых пляжей. Сумма грантовой поддержки варьируется от 3 до 10 миллионов. В зависимости от направления пляжей появятся в поселке Нижний Архыс, у озер Софийская поляна, Каракель, в ауле Тиберда, а также у водных объектов региона в разных населенных пунктах Карачаева-Черкесии. Поддержка проектов в сфере туризма будет осуществляться в 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм. Индустрия гостеприимства». Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники ГИБДД по Усть-Джикутинскому району задержали Ладу Приора, за рулем которой находился 31-летний житель Тиберды в состоянии наркотического опьянения, будучи ранее лишенным водительского удостоверения. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. По фактам незаконного оборота наркотиков в крупном размере возбуждено два уголовных дела. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Малокарачаевскому району на северной окраине Учкикена задержали 37-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у него был обнаружен изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения массой более 170 граммов. Кроме того, сотрудник полиции Хабистского района на южной окраине Алибердуковского остановил автомашину «Газель». У пассажира был изъят полимерный пакет с веществом каннабис массой более 800 граммов. В Карачаево-Черкесии возобновилась всероссийская акция «Взаимопомощи. Мы вместе». Приоритетным направлением работы штаба акции является оказание помощи военнослужащим и их семьям. Штаб акции «Взаимопомощи. Мы вместе» развернут на базе Ресурсного центра развития добровольчества. Основной задачей является оказание помощи военнослужащим, мобилизованным гражданам и их семьям. Работает горячая линия по номеру 122, куда можно обратиться по всем вопросам, связанным с данными категориями граждан. Также в штабе принимают обращения от жителей, которые хотят внести свой вклад и оказать помощь семьям военнослужащих и мобилизованных. Региональный штаб акции «Взаимопомощи. Мы вместе» находится по адресу. Город Черкесск, улица Интернациональная, 63, телефон горячей линии 122. Жители Карачаева Черкесии могут принять участие в конкурсе на развитие туристических сувениров. Прием заявок на конкурс в поддержку туристических сувениров открыл Ростуризм. По итогам приема заявок будет сформирован каталог творческих работ участников конкурса. Он проводится в пяти номинациях «Лучший мастер резного искусства», «Лучший мастер кожевенно-мехового промысла», «Мастер креативного промысла», «Лучший арктический арт-проект», «Лучший мастер гастрономического сувенира». К участию приглашаются представители Организации индустрии туризма и гостеприимства сувенирной гастрономической и смежных индустрий народно-художественных промыслов. Участие в конкурсе бесплатное. Все участники получают сертификаты об участии в конкурсе, а полуфиналисты и финалисты, дипломы, сувениры и денежное вознаграждение до 75 тысяч рублей. Подробная информация и положение доступны на сайте city.russia.travel.конкурс «Арктика». Во Дворце культуры города Черкеска в следующую пятницу, 14 октября, пройдет концерт сводного хора Никольского собора и Покровской церкви. Концерт посвящен сразу двум датам – столетию Карачаева Черкесии и 120-летию со дня второго освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Черкесске. В программе «Духовные и богослужебные песнопения» это уже второй большой концерт сводного хора Никольского собора и Покровской церкви. Вход на концерт по билетам. Билеты можно бесплатно получить в свечной лавке Никольского собора и Покровской церкви. Концерт пройдет при поддержке администрации Черкеска, 14 октября в 18.00 во Дворце культуры по адресу улица Гутикулова, 2. Вышел в свет фильм о нагайцах Северного Кавказа «Народы России. Наследники Ногая». Это документальная кинолента об истории и современности нагайцев, проживающих в разных регионах. Героями фильма выступили выдающиеся историки, художники и музыканты, спортсмены, общественные деятели нагайского народа. Съемки проводились в Москве, в Дагестане и в Карачаево-Черкесии, а также в Ставропольском крае и Чечне. Участие в съемках фильма приняли и представители астраханских нагайцев. Фильм размещен на всех известных видеоплощадках в интернете. Авторы проекта – автономная некоммерческая организация «Лаборатория общественных проектов». Они планируют выпустить документальные ленты и о других народах Северного Кавказа. В Черкесске в рамках нового партийного проекта «Единая Россия за самбо» прошла открытая тренировка для воспитанников спортивных школ республиканской столицы. Проект направлен на привлечение детей и подростков к занятиям уникальным отечественным видом спорта – самбо – и на его внедрение в школы. Он будет реализован более чем в 5000 залах по стране. Предусмотрено открытие новых секций и спортзалов, обучение тренеров, проведение уроков самбо в школах. Открытую тренировку провел мастер спорта России международного класса, главный тренер сборной Карачаева-Черкесии по самбо Белял Байчоров. Со всех залов собираемся и совместную тренировку проводим. Самбо мне больше нравится из-за того, что он наш отечественный вид спорта. И спортсмен, который занимается самбо, он может за себя постоять, за своих близких постоять. Всего в Карачаево-Черкесии самбо занимается около 300 детей и подростков. Министерство просвещения России прорабатывает предложение о введении самбо третьим уроком физкультуры в школах. Данный вид спорта станет доступнее для большего числа детей. Спортсмены из Карачаева-Черкесии стали победителями и призерами межрегиональных соревнований по легкой атлетике «Золотая осень» в Нальчике. В турнире приняли участие 10 команд спортивных школ Северного Кавказа. Спортсмены Черкесии, воспитанники спортшколы номер 3, продемонстрировали высокие результаты и завоевали 6 медалей различного достоинства. Ребята привезли в Карачаево-Черкесию 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали. Тренером спортсменов является Татьяна Пудакова. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, утром дождь в горах с мокрым снегом, в отдельных районах туман, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду. В горах порывы 15-20. Температура воздуха 11-16 градусов тепла, в горах местами плюс 5-10. В Черкесске днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду. Воздух прогреется до 16 градусов. Это все основные новости Карачаева-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Оставайтесь с нами. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаева-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова